Сегодняшний проповедь называется «Бог великих поворотов в жизни». Он способен создать новый поворот в жизни. Господь Бог, Он специализирует в том, чтобы повернуть жизнь или судьбу в нужное русло, в правильное направление. Само христианство, понятие христианства основано на том, что Бог дает жизнь после смерти. Иисус умер и воскрес. Поэтому христианство, самое начало свое, и самая громкая мысль христианства – это жизнь после смерти, жизнь после алкоголизма, жизнь после наркомании, жизнь после смерти. Здесь, если бы у нас была возможность, мы бы нашли, что 10 или 15% сидящих здесь, где-то был момент, когда их жизнь была практически закончена. Но сегодня, смотришь на них, думаешь, вот есть жизнь после смерти. Потому что это главный смысл христианства – жизнь после смерти. Это означает, что человек, его жизнь может меняться и повернуться в нужное русло в любой момент. Поэтому, заметите, что неважно, как плохо, неважно, как глубоко в яму, неважно, как далеко ты улетел от цели жизни, неважно, как ты удалился от того, что ты знаешь, что надо. Можно повернуться назад. И не только повернуться, можно исполнить все первоначальное, задуманное, запланированное, но твое согласие или решение обязательное, нужно, потому что без него невозможно, чтобы полностью менять жизнь. Я в восторге от разбойника, который был на кресте вместе с Иисусом. Там было два разбойника. Когда умер Иисус, слева-справа были разбойники. Их осудили за грабежи. То есть, они прожили греховную жизнь. Когда человек живет греховную жизнь и умирает в греховной жизни, он потерян навсегда. Нет шанса у него никакого. И этот разбойник, он на грань того, чтобы войти в вечность, потерянным, абсолютно без надежды. Иисус был распят в центр, а они слева-справа. Люди там смеялись, кричали на Иисуса, если ты Сын Божий, то сойди с креста, сойди с креста. Или же спасай себя. И мы тогда поверим. Других-то исцелял и спасал, теперь себя. И два разбойника, один разбойник захотел идентифицироваться с людьми, которые смеялись. Хотел быть крутим даже в момент смерти. Не всегда быть похожи на всех означает, что ты прав. Не всегда. Мы не призваны быть на всех похожи. Мы призваны исполнить наше предназначение. А чаще всего оно не совпадает с тем, что масса людей делает. Один разбойник принял решение. Я умру, но в согласии со всеми это ему не помогло ни в чем. Второй разбойник тоже умирает, но он поменял свою судьбу. Он говорит, ты что делаешь? Мы осуждены по праву, потому что мы натворили дела, а он нет. Бойся Бога. И он поворачивается к Иисусу и говорит, Господи, вспомни меня в Царство Твое. Он мог бы в вечности войти без Бога, но он сделал правильный выбор в последний секунду. Иисус ему сказал, сегодня будешь в раю. Когда пришел Иисус на землю, чтобы спасать человечество, первый человек, который попал в раю, благодаря Господу Иисусу, это был этот разбойник. Даже не Мария там, мамы его нет, не Петр Апостола нет, а разбойник. Он первый. Казалось бы, если он такой плохой, конец его плохой, умирает плохо, и, наверное, после смерти плохо, он поменял. Если разбойник мог поменять свою судьбу, получилось у него, и ты можешь поменять свою жизнь и свою судьбу. Скажи, и я могу. А при этом Бог на твоей стороне. Вот Библия говорит как? Римлянам 10 глава 13 стих. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Кто спасется? Всякий. Но этот всякий должен что-то сделать. В этом случае призывать. Вот многие люди много чего желают, но при этом ничего не делается. Заметите, между всяким и спасения надо было что-то там делать. И в этом случае призывать имя Господне. Мне очень нравится один зов одного человека, который был в Библии. Есть много перечень людей, которые поменяли свою судьбу. Петр отрекся от Иисуса три раза перед его смертью. Он восстановился. Это мне нравится. Саввул гнал христиан, убивал. Он поменялся его судьбу. Поменялся. Жизнь его повернулась в правильное русло. И достиг немало, даже много, больше всех апостолов после того, как он пошел в правильное русло. Я хочу сказать, если ты повернешь свою жизнь в правильное направление, ты успеешь сделать много доброго гораздо больше, чем плохого, что в жизни когда-либо творил. Бог тебе в этом поможет. Скажи Амин. Господин Иявис, я его называю Господин из-за уважения к Нему, то, что Он сделал. Иявис Он для меня герой. Прочтем о нем, будем читать о нем, первая книга про Липоминон, 4 глава, 9 по 10 стих. Иявис был знаменитим своих братьев. Мать дала ему имя Иявис, сказав, я родила его с болезнью. Хороший подарок сыну от мамы. И возвал Иявис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил предели мои, рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спасал ему, чего он просил». Мама дала Иявису большой подарок. Она решила дать имя своему сыну, и это имя, которое она дала, было в честь своей боли. Иявис означает сыном болезни. Представляете, он выходит на улицу и к нему обращаются «Сын болезни! Сын болезни! Сын болезни!» И он как-то внутрь себя начал понимать, что ему это не нравится, ему это не подходит. «Сын болезни!» Заметите, иногда в жизни люди направляют нашу жизнь, дают нам имена, которые не совпадают с тем, что горит внутри нас. Иногда наше окружение, люди, которые нас окружают, друзья, люди, могут загнать тебя в направлении, в которое тебе не нравится. Оно не по-твоему, оно не в твоем сердце, это не твое призвание, это не твое предназначение. Это такой дает фалшивая улыбка. Улыбай, чтобы они думали, что я счастлив, но фалшивая, потому что я не рад ничем. Я весь был рад, не рад, Я весь был внутри его был протест. И что интересно, не только люди, которые нас окружают, могут назвать нас плохими именами. Иногда мы сами можем себя называть, исходя из того, через что мы прошли в жизни. 3 царство, 19 глава, 3-4 стих. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. Это Илья, убегает от женщины по имени Изавель. И пришел в Иерсавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. И сам отошел в пустыню на день пути, и придя сел под Можевеловым кустом, просил смерти себе, и сказал, довольно уже Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих. Он себя винит в том, что он такой же плохой, такой же неподходящий, такой же, как его отцы. Тут никто его не загоняет. Да, Изавель за ним по пятям бегает, но заметите, что Илья не обвиняет Изавела, он себя. Это как Исаия, который говорит, я человек с нечистыми устами. Исаия не говорил ложь, он говорил правду. На самом деле его уста были грязными. Иногда мы своими словами, своими поступками, своими действиями загоняем себя точно так, как другие люди могут нас загонять в сложные ситуации. Или бывают комбинированные ситуации. И люди, и мы сами, и родители, и друзья, и обстоятельства, и страна, и много чего другого. И иногда мы начинаем оказаться в такой тяжелой ситуации, что мы не знаем, что делать. А Илья подумал, выход, надо умереть. Заметите, смерть не решение. Сдаваться не решение. Закрыв себя одеялом и сделать вид, что на земле ничего нет, не решение. Заметите, Бог желает, чтобы мы решили вопросы. Вы знаете, что есть люди, которые настолько в рабстве, чего-то в своей жизни, можно обвинять того, обвинять того, обвинять того, обвинять того, но через время начинаешь понимать, нет, почему-то во всех временах, во всех местах одинаковая проблема, и одна личность, которая не меняется во всем этом, это ты. Да, везде они были виновны, но почему-то фигурируешь везде все время. Значит, что-то где-то с тобой, но это не причина для смерти, это не причина для того, чтобы себя уничтожить, потому что сегодня есть благая весть, наш Бог способен дать новый поворот. Скажи всего в этой жизни беды нашей жизни иногда не мы выбираем, но иногда мы. Научися в жизни заметить, что есть граница между тобою и обстоятельством. Обстоятельства пытаются убедить тебя, что ты и они одно и то же. Нет, 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 на самом деле есть граница, которую надо найти, снова поднять и удалять от себя обстоятельства. Твои обстоятельства это не ты. Ты это ты. Вот поэтому получается, что Иовис заметил. Помните блюдного сына в Библии, который бежал, 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 бежал от папы и Библия говорит, когда пришел в себя. Пришел в себя. Пришел в себя это в момент, когда можно менять свои обстоятельства. Потому что пока ты не пришел в себя, ты не сможешь брать ответственность. Ты будешь говорить, мама виновна, папа виновна, начальник виновен, пастор виновен, эти виновны, он виновен, она виновна, погода виновна, все виновны. Ответственность не умеет брать на себя. А он пришел в себя, проснулся как будто и думает, стоп, это же это я, это моя жизнь. Да, оно связано с ними, но, конечно, в итоге это я, вот это моя жизнь, это моя история. Если я прочту книгу обо мне, вот это будет написано, все это. И когда он пришел в себя, он встал и пошел к своему отцу. и ты приди в себя, хотя бы пойми, что тот уровень жизни, в которой ты находишься, это не тот. И я весь принял, пришел к выводу, да, меня назвали, да, вот это, но это же не я, я другой, я другая, мы другие, и у меня другие ответственности, у меня другие уровни, у меня другое стремление к Богу, у меня все другое. Номер два, когда Иовис пришел в себя, и он понял, есть вещи в жизни, которые человек не может сам менять. Поэтому, когда человек без Бога в жизни, это называется конец из концов, нет выхода. Если вы встретите человека, который спился, и вы говорите ему, не надо пить, вы думаете, он не знает, что не надо? Он знает, что не надо. Но он не может менять. Не надо колоться, вы думаете, что он не знает, что не надо колоться? Ты же умрешь скоро, вы думаете, что он не в курсе? Он в курсе. Но это не решает вопрос. Заметите, есть вещи в жизни, которые как бы умным не стал, как бы сильным не стал, как бы влиятельным не стал, если не включить силу выше, свыше, эти вопросы не меняются. И Явис понял, да, есть вопрос, который я не смогу менять, я включу все, что могу, но останусь с вопросами, которые не решены. И он решил сделать один шаг, и Библия говорит, И Явис возвал к Богу. И он понял свою ситуацию, меня мама назвала, И Явис сын боли, болезни. И вот везде, куда я иду, ассоциация такая, я сын болезни. Решать это я не могу, оно уже есть, раньше, чем я понял, кто я. Знаете, есть такие вещи, особенно связанные с родителями, невозможно менять, ты не выбираешь родителей, не выбираешь, как они себя ведут, но надо выйти из этого как-то. Явис возвал к Богу Израилеву и сказал, О, если бы благословил меня твоим благословением, распространил предели мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал, и Бог не спасал ему, чего он просил. Чтобы взывать к Богу, он должен был знать, что же он хочет, или кем он должен быть. Потому что многие люди зовут Бога, и они не знают к чему, что они хотят, кем они должны быть. Для того, чтобы менять свою судьбу жизни, надо понять, куда я должен идти, кем я должен быть, где я должен быть, и тогда можно звать в конкретное направление. А просто Бог, помоги! Да, Он избавит тебя, да, Он от греха спасет тебя, Он от алкоголизма уберет, и все прочее, но Бог, его задание не только избавлять от пороков жизни, а его задание больше, Он хочет вести тебя куда-то. Израильского народа Он избавил из Египта, чтобы вести в землю обитованную. Бог не Бог хаоса, у него стратегичные цели, планы, которые Он хочет, чтобы они были исполнены. Притом, поскольку Он Бог, его планы не только в одном поколении, а во много поколений сразу. Поэтому Он думает о тебе, о твоих детях, о твоих внуках. И ты можешь много чего делать сегодня, что принесет пользу твоим детям, и внукам, и правнукам. Или же что принесет слезы твоим детям, внукам, и правнукам. Поэтому получается, что когда мы идем к Богу, надо знать, чего я хочу, что я прошу. Если я не знаю, кроме того, чтобы меня избавить от пороков, я не знаю, для чего я живу, то мне нужно просить у Бога, Боже, какова моя позиция на земле в моем поколении. Какая? Потому что Бог не дал нам родиться, только чтобы кушать картошку и мясо. Есть цели глобальные, важные, которые Он дал тебе жить ради этого. Явис молодец. Человек моего вкуса, он говорит, Господь, при том, что мне нравится об Явисе, Он не стремился к чему-то маленькому. О, Господь, дай мне хлеб на вечер, потом сыр добавь туда, потом это. Нет, Он не так. Он сразу на максимум благословил меня твоим благословением, да? Расширь мои предели. Я не хочу минимального, локального. Не хочу, не могу. Мне сразу как можно больше. Сегодня, как и Явис, ты можешь попросить у Бога, и Он повернет твою судьбу туда, куда надо. И то большое дело, которое должно было быть, сможет еще быть. Не молчи, потому что в молчании ты не сможешь решать все свои вопросы. Последний пункт. Пастор Генри, а что делать, когда мне не получается, как Явис, менять тот отпечаток, который поставили на мою жизнь? Вот, 35-я глава Бытье, 18-й стих, это Рахиль рожает ребенка и умирает. Когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла ему имя Бенони. Бенони означает сын моей боли. Рахиль называла своего сына, сына Якова, сын Боли, Бенони. И Библия говорит, когда папа услышал об этом, отец его назвал его Вениамином. Папа пришел, отменил Бенони и назвал Вениамином. Он родился, буквально в теже ситуация почти, как Явис. Но Явис пришел в себе и поменял ситуацию. А Бенони маленьким был. Он не мог. И к нему пришла помощь. Скажите помощь. Еще раз. Когда ты пытаешься менять ситуацию, менять свое имя, менять свое обстоятельство, менять себя, чтобы ты был другим или другой. Ты пытаешься, ты толкаешься, постишься, молишься, и ты возвращаешься в то же надо помощь. Иначе ты не сменишь ничего. Библия учит о том, чтобы мы не боялись помощи. Рахиль назвал сына сына моей боли. Папа пришел. Слава Бог за папой. Любите своих отцов. мой папа хороший, он дает деньги. Функция папа не деньги давать. Папа дает тебе понятие идентичности. Кто ты? Знаете, когда человек называется сиротою? Человек называется сиротою с момента, когда он рождеет. Если папы нет, или мама, и он маленький. Когда он уже папа, дедушка, его мы не назовем сиротой. Правда потому что иначе все живущие на земле взрослые люди сироти. Нужно что интересно, когда муж не сироти, потому что муж взрослый. Оказывается, папа еще нужен. Если у вас есть папы, не игнорируй людей. Цените, любите. Приходите к ним иногда. Пастор говорит, мой папа пьет. Найди его, когда он трезвый. Что интересно, даже если он пьяный, и собнимет и то хорошо. Смотрите, Бенони мог бы жить всю жизнь как сыном боли. Но нашелся папа, который пришел и сказал, нет, нет, мы это отменяем. Он теперь не сын болезни, не сын боли, а сын моей правой руки. Для справки, первый царь Израиля был из колена Вениамина. Первый царь Израиля. План Божий был, чтобы этот царь, чтобы царство никогда не уходило из колена Вениамина. Сауль это испортил. Говорится Иаков, 5 глава, 16 стих, написано, признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Мы часто говорим о том, что много может усиленная молитва праведного, но мы не даем себе отчет, что много может вопрос, особенно вопросов, когда мы молимся друг друг за другом. Оказывается, некоторые вопросы не решатся, пока мы не пришли признаваться друг перед другом в проступках, не в подвигах и достижениях, а в проступках. И тогда мы помолимся друг за друга. И что интересно, в комбинации признания в проступках и молитва праведного особенно усиливается. Господь Бог зовет тебя к себе. Он любит тебя, но тебе нужно покаяться перед Ним, тебе нужно примириться с Богом, тебе нужно получить прощение грехов. Прийти к Богу может каждый, и вы можете сделать это, помолившись с нами прямо сейчас. Отец Небесный, я осознаю, что я грешный человек. Я верю, что Иисус Христос, Сын Божий, умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых для моего оправдания. Прошу тебя, Господь Иисус, прости мои грехи, войди в мое сердце и стань моим Господом и Спасителем. Во имя Иисуса. Аминь. Помолившись от сердца, знайте, Бог услышал вас и простил все ваши грехи. Обращайтесь в молитве к Богу каждый день и читайте Библию. Найдите церковь, где верят в живое Слово Божье. Слово Божье. Субтитры создавал DimaTorzok